Мы сегодня с большим уважением к команде соперников. На этот матч избрали такой вариант тактический, при котором не стали раскрываться, не стали форсировать события. И немножечко ждали момента в контратаках. Пытались ничего не привозить перед своими воротами и соответствовать сценарии по уровню самодачи, по уровню заряженности. Не проигрывать эпизоды, не проигрывать стыки. И вот за счет этого навязать игру и войти в игру, зацепиться за счет. Та ошибка, которая случилась на третьей минуте, когда мы получили пенальти. Это как раз те эпизоды, которые мы разбирали, что именно в момент перехвата сценарий очень быстро выходит в отбор, очень агрессивно. И здесь нужно не ошибиться и сохранить концентрацию. Мы, к сожалению, на первых минутах ошиблись. Но зато потом, в принципе, ребята собрались и никому нет никаких претензий. Еще раз повторяю, удалось за счет зацепиться и игра перешла в такую концовку, где, в принципе, была до ошибки. Я очень рад, что эту ошибку совершили не мы. И счет 3-2 в нашу пользу, поэтому, наверное, все сделали правильно. Но завтра будет новая игра и не знаю, как она будет развиваться. Я думаю, что и сценарий сыграет поагрессивнее сегодня. Они тоже в некоторые моменты нас не очень сильно прессинговали. Посмотрим, как будет завтра. Но сегодня мы просто пока наслаждаемся сегодняшней победой. Спасибо. А вопросы? Что значит «тактически переграли»? Мы просто... Игра-то была равная, наверное, на все три результата. Просто мы, еще раз повторяю, мы сегодня не развалились, как это было в некоторых предыдущих играх. Сегодня у нас получился целостный матч. Мы сегодня выглядим, как настоящая команда, которая знает, что она хочет. И самое главное, у которой есть и мастерство для этого. И вот этот комплекс компонентов, наверное, позволил нам сегодня в игре выглядеть достойно и иметь шансы на победу. А то, что победа случилась, ну, это уже стечение обстоятельств, наверное. Просто мы на нее наиграли, заслужили. В любом другом случае, даже если бы мы сегодня проиграли, я все равно был доволен качеством игры и отношением ребят к работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!